Молодая семья с ребенком снимет квартиру в вашем доме на длительный срок, срочно. Теперь наверняка желающих снять квартиру в 103-м доме на улице Куйбышева нет вообще. А в 4-м подъезде сделать это при всем желании физически невозможно. К двери приварены металлические петли и висит навесной замок. Жильцы 4-го подъезда до сих пор вынуждены проживать у друзей, родственников или в квартирах маневренного фонда Перми. В квартиры первых двух подъездов люди вернулись практически сразу после обрушения. А вот в квартиры третьего подъезда стали впускать лишь вечером в понедельник. Игорь Беляев одним из первых вернулся домой. Я в принципе специалист технический. Понятно же там, если бы было бы обрушение, более подъездов всего целиком, было бы страшно. Явно один стояк с конструкционно обрушился. Похоже, действительно, я думаю, что были перепланировки внизу. Но не все разделяют уверенность Игоря. Многие почти неделю жили не дома. Да и возвращаться особого желания не было. Первую ночь взятие ночевали? Ну, потом в детском центре ночь. То есть маневренный фонда туда передали? То есть всю неделю в маневренном фонде жили? Вернулись только в субботу. И что, не страшно возвращаться-то? Ну, да как все страшно, беспокоит, газа нет. Многие квартиры третьего подъезда до сих пор пустуют. Полные почтовые ящики, как молчаливое свидетельство, напоминающее об отъезде соседей. Володя уехал куда-то к дочери, жена его уехала в деревню. Мы тоже уехали в деревню, но кота не с кем оставить. Тем временем эксперты продолжают исследование конструкций дома. Решение о том, что будет с четвертым подъездом, пока не принято. Примыкающие к нему магазин и банк не работают, а периметр обнесен забором. Ритис Бараускас, Иван Варанчихин, телекомпания Ветта.